дамп с дрона сайфлайт эвок нет эвока сайфлайт на сгула хд дамп гидеона потом поищем дамп официальный потом сбросим настройки потом попробуем залить официальный чтобы сделать дамп нужно пойти в бета флайт конфигуратор я уже подключил провод если отключить тут не видно а ну ты знаешь как подключаем дрона подключен надо нам сделать дамп пойдем в северной можем сделать два вида дампа полный дамп который включает также настройки которые не менялись и для этого нужно написать дамп ол он все это выкрал вообще все настройки выводит бета файта все все и мы можем нажать save to file так и напишем нас гул в 2 hd дальше что а теперь давай сделаем очистим сделаем только разницу это разница только те параметры здесь будут выведены которые были поменены когда-либо и тоже save пишем документы сюда так это не full а div div all но теперь чисто теоретически мы можем пройти в документы посмотреть что там внутри этих ну и ладно сделаем папочку чтобы удобнее было в документах сделаем папочку чтобы посмотреть все файлы которые мы стоим на google и на hd наши два файла туда перенесем наши два файла туда перенесем так ну и что у нас там открылась музыка Открываем папочку, чтобы посмотреть все файлы, которые мы создали. Вот полный дамп. Полторы тысячи строчек. И вот такая разница. Разница 150 строчек. В 10 раз разница. Смотрим, что тут у нас есть. Это включены фичи, телеметрия, подсветка, AirMod. А нет, телеметрия выключена, подсветка выключена и дисплей выключен. AirMod включен. Дальше настроены два сериала. А сериала это, по-моему, вот здесь вот порты. Да, это настройка портов. Вот их 0 и 5. А, ну да, на пятом. Считается только по-другому, да? Здесь 1, здесь он 0. Здесь он 6, здесь 5. Просто здесь начинают считаться с нуля, а здесь с единиц. Вот и вся разница. Дальше выключены настройки бипера. Какие-то это не знаю, что это ты моторами включил. Жужжание, песчане. Дальше. Хотя нет, это AUX. Нет, AUX это уже пошли моды. Твои настроенные. Да, видишь. 1600, 2100. 1600, 2100. Твои настроенные моды. Дальше. Эти настройки это OSD, где у тебя что на экране висит. Ну и самый-самый разом настройки. Все, что тут только нет. Дешоты, эгиро, фильтры. В профайлах пошли уже профайлы из папочки пит-тюниров. У тебя 0 профайл настроен. Это вот эта закладочка, просто пит-профайл. И есть RAID профайл тоже. У тебя, я смотрю, нулевой настроен, первый и второй. Здесь RAID профайл нулевой, первый и второй настроен. А это пит-профайл. У тебя такой один настроен. Все. И что-то указано, какого типа у тебя RAID профайла. Бетафлайт или не бетафлайт. Дальше. Пойдем поищем. Так, дампы сделал. То есть вот у нас есть два дампа. Один совсем полный-полный. Но это излишнее. Ну на всякий случай пускай будет. И только разница. Только измененные параметры. Теперь пойдем-пойдем-пойдем. Пойдем поищем настройки от RAID. Как я это делаю? Иду на shop.iflightrc.com Здесь есть support. Ну, можно сразу пойти на iFlight. Наверное, я тут запоминаю слово. И пишу тут dump. И вот самый первый вариант выпадает. Factory dumps. Дампы. Заводские. Здесь есть ссылочка на Google Drive. Дальше здесь есть Betaflight Factory dumps. Заводские настройки. Дальше ищем наш насгул. Вот здесь нас гулы. У тебя цифровой насгул. Поэтому нужен насгул HD. Или Cadiz. Дальше у тебя в Betaflight. И можем посмотреть. У тебя F4. Процессор. на флайт контроллере. Поэтому идем на F4. То есть у тебя не Blitz, а SXX. Да блин. SXX и F4. Вот. SXX и F4. Из этих двух выбираешь что? У тебя по моему Crossfire, да? Похоже на Crossfire. Значит этот вариант открываем. Вот SXX и F4. Выделяем все. Одно или сохраняем себе. Вот здесь кнопочка сохранить все. Скачиваем. Скачали. Можем сразу переложить свою папочку. Мы сюда ее положили. Вот. Документы. Где мы? Документы. Документы. Так. Не переложилось. Переложилось. Пойдем посмотрим что там. Вот он этот. Но это похоже на полный. 1100 строчек. Дело в том что он рассчитан под версию 4.2. В названии так и написано. BetaFly 4.2.4. У тебя стоит 4.3. Ну. Что-то какие-то параметры меняются. Возможно что-то придется подгонять. Кстати. Раз уж да. Давай проверим. Может у нас и апдейты есть. Выбираем твой. SuccessEe F4. И да. У тебя 4.3.0. А уже есть. 13. Июля вышел. 4.3.1. Ну да. Мы его загрузим. Скачаем. Скачаем. И загрузим. Не загрузим. А прошьем. Стерли. И теперь заливаем. Скачаем. 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 Еще. Скачаем. Скачаем. Все. Перепрошили. пытаемся подсоединиться так странно вроде перепрошили почему он не продолжал забросить настройки так давай отсоединяемся пока у нас прошивка от 13 июля 4.3.1 ну видимо он настройки подобрал те которые от Гидуана остались давай сбросим настройки теперь или для интереса мы можем дальше сделать сделать dump опять но сначала сделаем div сохраним файл где-то был файл который который был div но напишем 4.3.1 любопытно сравнить их что мы видим это вот старая 4.3.0 это 4.3.1 фича rx parallel pvm что она обратно включилась и все других разницы не вижу ну давай сбросим на всякий случай а ну нет давай еще сравним сравним полный дамп чтобы узнать что поменялось за одну версию это соединяем так не div не div там save to file с полным дампом это новое это ставлю вообще никаких разниц нет а просто дефолтные настройки поменяли все понял поэтому его нету в div то есть в новой прошивке вот тот параметр который я до того показывал там какой-то вот этот параметр он теперь по умолчанию выключен по умолчанию выключен пошли резет делать пошли резет делать резет дальше говорит проблема есть акселерометр включен но нет калибрирован он может калибрация тоже записывается в эти файлы где-то где-то они тут записываются вот эти все калибровки мы сделали ну давай попробуем закачать официальный дамп он будет ругаться потому что каких-то параметров больше нету это лишь для старого для старого бетафлайта создаваться ну ладно пофиг запускаем ну ориентация ориентация тоже хранится ориентация файл контроллер на дроне хранится тоже в настройках ну что можно пробовать летать а ну единственное что тут твои твои моды нет не моды моды да моды можем закачать просто твои моды сколько там те были вот эти моды вот здесь они должны быть моды вауксах вауксах Закачиваем. У тебя только две кнопки и было, но странно, тут Такая вот тут совокучка была, див, моды, только два. Что я неправильно делаю, давай сделаем тогда в DMF и скопируем вот этот. Назовем его, как называется, модис, уберем фичи, уберем А что в сериалах у нас? В сериалах должно оставаться все правильно, в портах в сериалах. В сериалах только два и два. Раз, два. Би первый. Что с беконом это сейчас? Да, не включено. Так, рейты. Слушай, у меня появилась другая идея, сделать наоборот. Сделать еще раз reset. Записать. Давай. Чтобы понять какая будет разница. Более долгий путь надо. Теперь опять у нас на заводские настройки и настройки этого флайт контроллера. У дрона там самого нет. Хотя ориентация все равно правильная. Что там у нас? Портах. Порты не так настроены. Хорошо. Давай сделаем dump. Тут не dump, а diff all. Сохраним. Так. Автомой. Наключим заново. На згу. Даже на згу. Это скорее. Флайт. Санцекс и F4. Бетафлайт. 4. Три. 1. Defaults. Хотя здесь же ничего не будет. Это же div. Safe, не safe. да пустой, не было смысла провесить сохраним файл, назовем его iflight.saccess.e.defaults.full теперь мы можем пойти, конечно, порядок может быть другой, но все равно сравним вместе с то, что нам идет от заводские настройки от iflight. Много всяких изменений. Да, нам еще и порядок разный. Так неправильно сравнивать, давай тогда сделаем так. Сейчас я закачаю dump. Дальше мы его экспортим и тогда будет проще сравнить. Понятно, не будет всех настроек, которых не было. Надо проверить, может ли что-нибудь лишнее. Теперь давай делаем dump off. Почу ищите макаром сначала. Завернуваем его. У нас будет, да. dump, dump, iflight. Это закроем. давай сравним то, что то, что то, что то, что у нас теперь. Мы после ресета на новом бетафайте и после заливки официальных настроек и экспорта официальных настроек. дисплей. Выключил. Видимо. Настройки сериалов поменялось. Это хорошо. Бекон включили. Хорошо. Лампочки. Лампочек у тебя нету. Дальше. Дальше переключатель. Дальше это x, но это rudiment от аналога. Параметр калибрации акселератора. Параметр калибрации акселератора. Нету. Crossfire включен. Deshot idle. Слушай, мы можем просто сделать в итоге как в начале, я думал, просто сделаем дифф и мы будем убедить все эти разницы. Только в более коротком виде. Это позиция на экране. Ты будешь заново расставлять или ты хочешь чтоб я тебя скопировал, я не знаю. Дебаг. Тут что-то дебаг настроим. Неплохо. В принципе, кроме тех там настроек фитов, которые я наверху видел, ничего плохого я не вижу. Но так как новая прошивка целое поколение сменилось, то лучше их конечно сбросить. Лучше их конечно сбросить. Ну кнопки Янис ты умеешь уже настраивать. А, ну тут рейты еще какие-то. Ну давай, у нас был там где-то дифф? А, нет, у нас еще нет такого. Давай теперь сделаем дифф. Сейв. Дифф. 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 Оу. Ай. Флайт. что тут изменено по сравнению с настройками по умолчанию от бета флайта и настройки а здесь настройки те которые поменялись относительно после того как мы залили айфлайтовские старые настройки звездки что такое параллел пиве я не знаю сериал скорее всего у тебя нету gps нету gps больше никаких сериалов наверно нету кроме как пищалки ну давай сравним посмотрим сравним айфлайт и то что у тебя от гидалла айфоппэш мига леды как у тебя леда, разве у тебя есть леда? нет вроде леда биперы, что-то выключено так, это где чье, кстати, во-первых покажите, что у нас тут с биперами вот здесь тут вообще нет нет, значит это настройки от iFlight это настройки от Gideon Gideon повыключал всякие пищалки темные получается и настроил еще какой-то сериал а что у нас на сериале? наверное, вот это я не знаю, что-то на сериал повешено? что-то, может быть, повешено я не знаю я не знаю ну давай на всякий случай скопируем сделаем, тогда вот сейчас финальные настройки берем копируем настройки от iFlight copy paste и сюда накидаем сериал, сюда добавим твой то что гидеоновский сериал не знаю, что у вас тут висело без понятия дальше ну пищалки я не знаю, надо отключать или нету встроенной пищалки? я не помню честно говоря ну пускай пищит так, лампочки какие-то наверное у Gideon были лампочки или не было? я не знаю я не знаю но эти лампочки, конечно, могу вернуть эти лампочки где они, ваши лампочки вот после бекона, да а, нет, это лампочки от iFlight идут что это плюта ну что, у Gideon этих лампочек нет ну ладно ну давайте твои AUX чтоб тебя заново не настраивать это твои переключатели добавлю где-то они AUX что у нас еще? VTX пофиг а дальше пошло notch Q какой-то calibration тут что-то накручено маг i2c нет, ну магнитометра вроде нет что это у нас? фичи да, вернемся к фичам что у нас было фичи еще телеметрий выключен и LED STRIP а почему iFlight их не включают, если у него нет? никакого LED STRIP никакого LED STRIP да и она кстати разным цветом горит так что я тебе оставлю это оставлю это и лампочки не буду убирать Gideon убрал тут лампочки вот он телеметрий убрал да, вот лампочки он убрал но в лайт контроллеру вроде же есть лампочки снизу должны светить почему телеметрий выбрал я не помню нужно ли убирать или не нужно оставим как есть вот это все хочется стереть почему-то хочется стереть почему-то хочется стереть профайлы тоже хочется стереть чтобы были iFlight ой, не iFlight а от нового бетафлайта дефолтные поэтому я все вот это или нет, или по красивому вот так вот вот это сотруд и вот это сотруд пускай будут заводские настройки самого бетафлайта мне так кажется наверное да, пускай будут здесь VTX можно стирать дисплейпорт это надо оставить а Unchira оставить это как он расположен это почему империал непонятно не понятно у 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 а метрик делал правда здесь нам еще нафиг может а где он? life light а он не был метрик а почему у нас тогда был империал? получился в итоге а все понял это в дефолтных островках он метрик да можно его просто удалить ой я оттуда удалил отсюда удалим usd вот это я бы удалил калибрацию оставим вот это оставим вот это оставим crossfire дешот чтобы он подопнул еще немного дешота с завода 550 а у нас было 600 а это 600 а тут 300 а флайт предлагает 600 а это 600 а тут 300 а флайт предлагает 600 поставим поставим 300 смол энгл у всех ставших 180 или нет ставим чтобы ты мог армиться кверх наверху вот это я не знаю что это такое 1 или 2 я не знаю что там у других 300 120 300 300 убеду оно было кому верить не знаю 120 200 300 500 ну давай оставим этот да и флайтовский что там еще ну давай попробуем мне так кажется мне почему то так я в этом не спец ну давай отсюда можно начинать плясать хотя динамический ночь ладно я его отключу таки таки отключил дешет иду верю оставлю как айфон у всех 300 кроме 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 бетафлайта кроме бетафлайта делай файл сейв делай быстро файл сейвит не быстро рекаверить что тут 440 430 440 440 440 440 до сервай вот div all execute то есть чисто теоретически порты должны были остаться двоими вон вон я не знаю зачем вон я не знаю лампочки лампочки тебе оставили пиды у тебя сейчас заводские медленно но ты сам себе накрутить что тебе надо попробуй поиграй со актуалом это новый старый бетафлайт с актуалом вроде удобнее крутить потому что конкретно понятно ты что крутишь если ты крутишь одну цифру то она не влияет на поведение другой повесил что-то не понял что-то повесил ресивер ресивер не подключен но на кроссфайер сделано телеметрия включена но на кроссфайер а это 1 2 3 4 не буду поверить чтобы тебя там не сбивать твои моды видишь хоризон вернулись и расположение как у тебя где-то ли как а нет это от айфлайта это от айфлайта ну лампочки вот уж ну блокбокса что-то настраивает ну все что дальше надо пробовать аккуратно я не тестировал с м м м Продолжение следует...